Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Программа льготного автокредитования в нашей стране не будет, по крайней мере, до августа этого года, заявили в Минпромторге. Чиновники не считают нужным вкладывать в это деньги, пока продажи новых авто и без того показывают солидный рост. Если же они начнут буксовать, власти могут оперативно возобновить действия программы. Напомню, что льготный автокредит подразумевал в том числе 10-процентную скидку. Трасса 101 Дети-водители в возрасте до 16 лет в этом году попадали в аварии на российских дорогах почти полсотни раз. Более четырех десятков человек в таких ДТП получили травмы, погибли шестеро. Число жертв в сравнении с прошлым годом подскочило в три раза, констатируют в ГИБДД. Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за детьми-подростками, ведь именно они чаще всего втайне от взрослых берут ключи от авто и отправляются в опасный вояж. Трасса 101 ГИБДД напоминает, жульничество на экзаменах на получение водительского удостоверения чревато уголовным наказанием. Имеются в виду случаи, когда кандидаты в водителя используют скрытые аудио- и видеопереговорные устройства. Это квалифицируется как незаконное приобретение и оборот специальных технических средств. Наказание до четырех лет тюрьмы. Сотрудники ГИБДД все чаще и чаще сталкиваются с такими хитрецами. Есть случаи, когда перед экзаменом они гипсуют конечности, чтобы спрятать спецаппаратуру. Трасса 101 Многие водители безответственно себя ведут в местах, где идет ремонт дороги, сетуют в госавтоинспекции. Несмотря на временные знаки, которые в том числе ограничивают максимальную скорость движения, отдельные экземпляры проезжают эти участки со скоростью далеко за сотню километров в час. Поэтому ГИБДД решила активнее использовать здесь камеры фото-видеофиксации. Речь идет обо всех регионах, где в ближайшие месяцы будут активно восстанавливать асфальтовое покрытие. Трасса 101 С 1 августа в российской столице обещают запустить электронную базу данных таксистов. У каждого извозчика будет свой цифровой профиль, в который внесут информацию о правах, наличии разрешения на перевозку, штрафах и количестве отработанных часов. В столичном департаменте транспорта надеются, что система позволит исключить из рядов таксистов злостных нарушителей и избежать переработок с их стороны. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101